Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем YouTube канале. Обо всем понемногу с Натальей. Ну что, у нас сегодня уже 2 июня. Вчера я не показала обзор огорода, а сегодня немножко у нас непогода, ветер, дождь. Но, тем не менее, решила показать, что еще мы сделали с мужем за время моего отсутствия. Мы здесь, значит, я вот покажу, это у нас вход в огород. Мы здесь заходим, здесь вот у нас раньше был общий пригон такой, но так как у нас здесь курочки ходят, вот там вот их видно, петух у нас клюется, а у меня дети маленькие его боятся, мы решили отгородить вот так вот забором их часть курей, где они гуляют. А здесь уже спокойно ходить, тачки возить, заниматься какими-то своими делами и не бояться, что куры выбегут или что петух клюнет. Вот, значит, муж вкопал столбы у меня вот здесь вот, отгородил забором таким, все простеньким. Когда у нас был ураганный ветер, у нас тот забор с соседями, вот этот вот туда плашмя лег, сгнили столбы. Это мы делали уже сколько, 4 года назад этот забор. Вот, он тоже поменял столбы, там все вкопал новые и заново прибил забор. То есть здесь мы все сделали. И еще установил здесь вот такую дверь. Это у нас, где раньше свиньи жили, дверь с той стайки. Он снял и сюда установил. И прорубил там с той стороны стайки вход к курям, чтобы они ходили. И там они ходят нестись. Вот, вышло снимать и пошел дождь. Очередной раз за сегодня. Значит, у нас на сегодня передают плюс 2, плюс 3 ночью. Я все сегодня с утра под дождем, под ливнем бегала, укрывала. Укрыла, так что пока показать особо нечего, кроме грядочек. Укрыла томаты, укрыла острый перец, укрыла огурчики. И укрыла цветы в своем саду. Завтра передают минус 1. Здесь у меня компостник. До него у меня еще руки не дошли. В этом году я его еще не проливала им препаратами. Вот, только сверху сорняк кидаю, сверху соломы, земля там из-под стаканчиков, какая у меня была ненужная. Его по-хорошему еще нужно прорубить хорошо вот так лопатой, штыковой. Я это делаю, все маленько притоптать, чтобы осела. И проливать им препаратом уже в течение сезона. Дальше, что я еще сделала. Здесь у меня, как всегда, огурцы. Их я высаживать буду ежегодно. Там я высадила огурчики, прикрыла лишние с теплицы, высадила. Туда посадила, прижились. Вот закрыла их горшками от морозов. Здесь у меня базилик рассады. Я его высаживала, выращивала у себя дома, высадила. Но накрыть его не стала уже ничем накрывать. Выживет, выживет. Нет, заново посею. Здесь я накрыла томаты акрилом, самым плотным, который у меня был. Ну вот так вот импровизировано. Просто палки воткнула, сверху натянула акрил. И вот придавила всеми возможными подручными средствами. Усыпная в этом году вся вишня. Она у нас через год плодоносит. Вообще все плодовые ягодные в этом году. И слива тоже так же. В саду усыпная. Надеюсь, что морозы не отобьют ягоду. Если все-таки не отобьют, то вот с этого куста у меня каждый год, через год, простите, по 10-литровому ведру я раньше собирала. Ну вот сейчас не знаю, посмотрим. Здесь у меня баклажаны. Я их даже сегодня не открывала. Там они у меня хорошо растут под этим парником. Я уже нижние листья оборвала, опасники оборвала. Им уже там, конечно, высоты мало. Они уже макушки так приплюснулись, потому что уже достигли высоты дуг и акрила. Но пока открыть их не могу, потому что холодно. Поэтому вот пусть они там стоят. Дай бог с понедельника уже там стоит хорошая погода. И мы уже все откроем. Уже, может быть, даже и на ночь. Здесь на зелень я посадила лук семейный. Просто так, чтобы кушать. Он мне не нужен был смородинам. Я здесь вырезала все, что вымерзло. А все остальное прекрасно растет. Обработано от вредителей. Было весной. Неплохо в этом году растет Виктория клубника. Вся усыпная. В том году она чуть хуже плодоносила. В этом году лучше. Я ее уже обработала. Медным купоросом ее еще, когда только появились первые листочки, сейчас гуматом калия проливала, чтобы лучше было ягод больше. Так как у нас май был засушливый, поэтому поливала утро-вечер ее. Здесь у меня вымерзла вот здесь вот часть Виктории, но я ее отлила, отошла. А вот этих вот три штучки это я покупала. И еще вот там она. Сейчас покажу. Вот там. Это я покупала на сельхозрынке клубнику Максим. Мне нравится этот сорт клубники. Поэтому крупная она хорошая. Меня она устраивает. В этом году я ее приобрела. И еще приобрела вот здесь вот. Это у меня душица. Ой, душица. Что ж ей все время душицы называют? Это мята. Мяту приобрела тоже. И вот шалфей у меня отошел. Неплохо растет. Там у меня эстрагон. И за ним лаванда. Сейчас покажу. Дождь то есть, то нету. Не даст мне вам показать. Здесь у меня капуста растет. Хорошо развивается. Ждет своей очереди. Высадим также после морозов. Здесь лаванда, про которую я говорила. Отошла. Все нормально. Растет. Зимний чеснок в этом году меня порадовал. Целая грядка мне желтеет. Пока что все хорошо. Замечаний к зимнему чесноку у меня нет. Дальше идут две грядки у меня моркови. Все грядки вчера. Я знала, что сегодня весь день будет дождь. Все грядки вчера я прополола и прорыхлила. Грядок у меня 15. Шириной 5 метров. Спросите, куда столько нужно. Мы все съедаем. Допустим, лук. У нас еще до сих пор есть свой. Ни одной луковички мы не купили. Равно как и все остальные овощи. Морковка взошла пока неравномерно. Возможно, придется подсеивать. Сейчас после дождей посмотрю. На этой грядке у меня половина семейный лук. И половина еще один. Тоже по типу семейного лука. Сестра давала. Не знаю, как называется. Здесь у меня обычный чеснок, который мы весной садим грядочком. Здесь лук сивок пошел. Лук сивка у меня 4 грядки. И одна грядка семейного лука. То есть вот это обычный лук. Сивок. Дальше. Здесь я каждый год сажаю. Это зимний чеснок, но я его сажаю весной. Очень удобно, когда делаешь заготовки осенью. Луковички такие крупные. Чесночинки, головки. И очень удобно солить. Почистил и хорошо. Здесь вот целая грядка. Это зимний чеснок, который посажен весной. Осенью я его буду убирать. Опять лук семейный. Ой, семейный. Репчатый сивок. Тороплюсь. Загораю. Потому что ждем. Здесь у меня свеклы. Грядка взошла хорошо. Даже где-то местами нужно будет прореживать. Опять у меня две грядки идут. Обычный лук сивок. Дальше. Здесь четыре рядочка бобы. Дальше фасоль обычная. И фасоль спаржевая. И там в конце у меня уже начинается вот здесь вот горох. И вот здесь вот так же две грядки гороха. Гороха у нас мало не бывает. И много тоже. Все съедаем. А что не съедаем, то заготавливаем. И здесь вот две трети грядки. Это лук эксибишн. Жена папе давала. Папа моего. Я вот сюда его воткнула. Там у меня полгрядки осталось. Это для редьки. Здесь у меня шесть штук. Я посадила острый перец. Его вот так я сегодня накрыла. Потому что я уже объясняла. Передают морозы. Обычными мешками. Из-под кормов, которые мы покупаем для кроликов и кур. Накрыла. Снизу связала. Сверху связала. И вот так вот земелькой я припорошила. Чтобы снизу тоже ничего не поддувало. Там в конце тоже осталось у меня пустое место. Я туда либо зелень, либо редис посажу. Здесь у меня осталось пустое место. Здесь будет еще грядка огурцов. На земле в открытый грунт я посажу. Грядку оставлю под дайкон. И все остальное я засажу монгольским карликом. У меня там пять корней будет. Как раз они вот сюда в рядок влезут. И все. Места у меня больше нет свободного. Здесь мне дали. Новый сорт картофеля раннего. И вот как раз я его сюда и посадила. Вообще сюда не планировала картофель посадить. Но так как сестра дала, лишним не будет. Дальше. Переходим. Вот здесь вот та самая яма, про которую я говорила. Куча яма, как угодно. Она вот здесь зарастает. Это зимний навоз. Он уже частично перегорел, перепрел. И сюда вот я также и траву скидываю. Осенью здесь будет полноценный перегной. Отсюда мы все заберем. Ну перегной как? Он еще, конечно, не полностью будет перепревший. Но за зиму все нормально будет. Мы его забираем. И либо на большой огород размещаем, раскладываем. Либо на маленький. А сюда опять мы будем перекладывать на следующий год весной зимний навоз. И вот так по кругу. Здесь у меня муж вспахал под капусту у меня. Каждый год здесь капуста. Я высаживаю пятачок. И дальше у нас пошло картофельное поле. Соток сколько, я не знаю. Муж говорил вроде как две. Шириной только знаю, пять метров. А дальше не знаю. Все уже зарастает травой. Это, конечно, быстро дело растет. Картофель только-только начинает вылазить. А травы уже ковром. Ну вот сейчас дожди пройдут. И уже можно будет еще раз проборонить. Потому что тяпать еще не видно, что тяпать. И там в конце у меня, в самом конце огорода, посажены тыквы и кабачки. Они уже вылезли. Я сходила, накрыла их стаканчиками от сметаны. В целях сохранности от заморозков. Ну вот и все. На этом наш огород закончен. Работы много проделан. Но так вроде как смотришь, думаешь, ай, тут, ай, тут. Вроде как и немного, и показывать нечего. Ну а когда это все делалось, то было много. Картофель мы тоже заборонили сразу. И вот так выглядит мой огород. Вот. Вот он пошел. И вот это моя теплица. Вчера, получается, практически весь день полола и рыхлила грядки. Потому как широкие. И по времени получается не так быстро, как хотелось бы. Но ничего. Зато в дождь они у меня все чистенькие. И взрыхленные останутся. Потому как, допустим, вот здесь вот, видите, у соседей невзрыхленные. И прямо аж земля блестит. А потом, когда это высохнет, это будет корка. Ну вот, теперь моя задача рыхлить, полоть грядки. И собирать урожай вовремя. А на этом обзор огорода большого и маленького подошел к концу. До новых встреч, до новых видео. И хороших нам всех урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok